У нас сегодня есть гости с Одессы. Саня Георгиев. И есть и Александр Липовой с Россией. Трехкратный чемпион мира, рекордсмен и будет проводить мастер-класс у нас в клубе Берку. Всем привет, ребята. Меня Александр зовут. Сегодня проведем небольшое обучение. Продолжение следует... Всем привет. Я Александр Липовой. Прилетел специально с Москвы в бойцовский клуб Беркут к моему другу Вове, потому что мы объединились вместе, пропагандируем спорт и борьбу с наркозависимостью по всему миру. Этот приезд в Кишинев открывает акцию, которую мы проводим по всему миру. Это «Жизнь против наркотиков. Life vs. Drugs». Мы будем ездить по Европе, по Америке с пропагандой спорта и бороться с наркозависимостью. Сейчас мы объединили силы и приехали в этот бойцовский клуб, чтобы провести семинар, тренировку, рассказать о философии того, что спорт – это путевка в жизнь, о идеологии, которую продвигает здесь Вова. То, что наркозависимость – это самая страшная болезнь, и с ней надо не просто бороться, а ее надо искоренять во время ее зарождения. А чтобы ее не было, надо побольше детей, побольше всех спортсменов объединять во все бойцовские клубы, во всех городах и на всех планетах. Потому что именно спорт, он объединяет, он творит мир и делает сплоченность. Поэтому воспитание характера, воли, дисциплины – это именно те качества, которые закаляют единоборство. Поэтому мы делаем турне по всем бойцовским клубам с легендарными звездами, с легендарными тренерами, будем проводить тренировки. А потом с накопленным опытом возвращаться и делиться с молодежью, с подрастающими поколениями, с ребятами уже, которые выступают в профессионалах. Мы приехали сюда с моим тренером, с Геной Анпилоговым. Он сейчас меня готовит к бою, который пройдет в январе. Очень хороший тренер, кто еще не пробовал эту работу в Метологи. Советую всем попробовать, и вы без этого уже потом не сможете. Мы именно заражаем спортом, в хорошем смысле этого слова, делаем спорт модным. Поэтому вот хочу вас познакомить с Геннадием. Прекрасный тренер. Добрый вечер. На сегодняшний день я начал работать, принимать участие в подготовке к бою Александра Липового. И вместе с ним также продвигаем на территории Молдавии антинаркотический союз. Мы помогаем ребятам приобрести снова веру в жизнь, и что на самом деле можно обходиться без вредных привычек. И сегодня мы посетили клуб Вовы Беркут, который помогает нам также в развитии этого проекта на территории Молдавии борьбы с наркоманией. Также я буду в будущем, после подготовки к помощи Александру Липовому, проводить также совместные тренировки с ребятами в бойцовском клубе Беркут. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Одна большая команда. Нету первых, нету последних. И также мы объединились с бойцовским клубом Беркут, как и с другими клубами по всему миру. И теперь совместно Липовый Джим, бойцовский клуб Беркут и Национальный антинаркотический союз будут пропагандировать спорт и борьбу с наркозависимостью по всему миру. Чем нас больше, тем мы сильнее. И наши ряды с каждым днем увеличиваются. И если ты еще не начал пропаганду спорта, не вступил в антинаркотический союз и не действуешь вместе с нами, то мы тебя ждем. Спасибо моему второму дому, бойцовскому клубу Беркут, ребятам, моим близким, за то, что встретили. За 4 дня сделали очень много работы, побывали во всех местах, о которых я даже не знал, что такие места существуют. Очень благодарен за теплый прием всем душевный. И думаю, что в ближайшее время я вернусь снова в Беркут к нашим бойцам, буду принимать участие в их подготовке. В Беркуте очень сплоченная команда, малыши, взрослые, старшие, ветераны, и все тренируются, все стремятся. Поэтому мне очень приятно было здесь находиться. Я от души благодарю за прием, за теплую встречу всех своих друзей, близких, братьев. Пойменно всех не перечислю, конечно, но душевное спасибо. Бофец. Вот это спасибо от души. Будет у меня постоянно в кармане, как знак нашей сплоченности, веры, нашей силы. Потому что одному сделать какое-то великое дело очень тяжело. А когда у тебя есть единомышленники по всему миру, то, естественно, тебе двери открываются во всем мире. Мы несем благие намерения и у нас благие цели, поэтому присоединяйтесь к нам, будьте вместе с нами, пропагандируйте вместе с нами спорт и борьбу с наркотиками по всему миру, где бы вы ни находились. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Так, скажешь, когда я скажу, Саня, начну, чтобы я... Ты уже снимаешь? Да? Да, я в обрезке, ты можешь говорить. Все, улетаю в Москву. Спасибо моему второму дому, бойцовскому клубу «Беркут», ребятам, моим близким, за то, что встретили. За 4 дня сделали очень много работы, побывали во всех местах, о которых я даже не знал, что такие места существуют. Очень благодарен за теплый прием, всем душевный. И думаю, что в ближайшее время я вернусь снова в «Беркут» к нашим бойцам. Буду принимать участие в их подготовке, в титульным боям, уже надеюсь, на следующий год. Поэтому всем сообщим обязательно, пригласим на наш семинар. Чем больше людей узнает о нас, тем лучше, тем больше людей начнут пропагандировать спорт и борьбу с наркотиками по всему миру. Поэтому ждем всех и давайте объединяться, ведь спорт должен объединить все народы разных национальностей, независимо от того, кто у вас находится в зале. Потому что спорт – это мир, это здоровье и прежде всего это сплоченность. А когда у тебя есть команда один за всех и все за одного, то нужно многого добиться. А здесь, в «Беркуте», очень сплоченная команда – малыши, взрослые, старшие, ветераны. И все тренируются, все стремятся. Поэтому мне очень приятно было здесь находиться. Я от души благодарю за прием, за теплую встречу всех своих друзей, близких, братьев. Пойменно всех не перечислю, конечно, но душевное спасибо. Ибо мы к вам вернемся. Тебе, бля, издалека с моей? Ну, а я съел бы в моей правиле. Издалека, да, чтобы мы красивее были, только проснулись. Издалека я хочу, чтобы... В игру тут. В дочь, кирилка, судьба. Нет, это понятно, но... Пойменно. Спасибо, Санне, спасибо, Евгене, что поддержали нас. Сделали то, что мы сделали. Это наши друзья, товарищи и братья. Да, оставь мне сказали. Еще раз спасибо. Давай, что чуть-чуть включишь. Готово. Спасибо всем ребятам, кто пришел на наш семинар с нашим тренером и с моим личным тренером, с Геной Анпилоговым. Я улетаю в Москву, а Гена здесь остается. Поэтому, если есть желающие подсказать, задать какие-то вопросы, Гена будет находиться в Кишиневе, будет заходить в клуб «Беркут». Созванивайтесь, встречайтесь, развивайтесь, совершенствуйте свою технику, потому что такого тренера по боксу, как Геннадий Анпилогов, будет тяжело найти. И овладеть этой техникой вам будет очень интересно. Поэтому приходите в «Беркут» и занимайтесь спортом. То есть с вами «Босяцкий подгон». Вот это спасибо, обещаю, обещаю. Кстати, я очень-очень люблю... Это именно «Босяцкий подгон». Кость, да? Я очень люблю такие четкие, душевные четкие на самом деле буду хранить. Очень люблю постоянно в руках что-то теребить. К следующему приезду я тебе дам к нему... Спасибо. Четкие уже. Тоже из клубовый код и все как... Будет у меня постоянно в кармане, как знак нашей сплоченности, веры, нашей силы. Потому что одному сделать какое-то великое дело очень тяжело. А когда у тебя есть единомышленники по всему миру, то, естественно, тебе двери открываются во всем мире. И мы несем благие намерения, и у нас благие цели. Поэтому присоединяйтесь к нам, будьте вместе с нами, пропагандируйте вместе с нами спорт и борьбу с наркотиками по всему миру, где бы вы ни находились. Эш! А если такой свежий, по-моему... Все, Ген, готово. Я хочу поблагодарить бойцовский клуб. Благодарить бойцовский клуб «Беркут» за гостеприимство, за приятное общение, за то, что мы вместе несем одну мысль в общество молодых людей, и вместе несем... Запутался. Это вырежем, да? И вместе продвигаем здоровый образ жизни. На данный момент я сейчас несколько недель буду находиться еще в Молдавии. После буду принимать активное участие в подготовке Александра Липового к бою профессиональному полубоксу в Москве. Эш! Это должно быть в конце, конечно. Давай. Пошли, скажи. Мы вместе, мы команда, мы сила. Да, вместе мы команда. Эш! Бойцовский клич. У вас «Беркут»... А у меня, я уже эш! Занимайся Липовым джипом, эш!